Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о сахарном тростнике. Известно, что сахар в основном получают из сахарной свеклы и сахарного тростника. 80% всего сахара в мире производится из сахарного тростника. Коричневый тростниковый сахар принято считать более натуральным продуктом, в отличие от свекольного. Кристаллические сладкие крупицы получают из тростника путем многоуровневой переработки. Культура сахарного тростника возникла в глубокой древности. Сахар из него считается одной из самых древних сладостей Востока. Сахар, добываемый из сахарного тростника, известен на разных языках. На санскрите это саркура, на арабском это сухар, а на персидском шакар. Сахарный тростник культивируемый – это многолетнее травянистое растение, разводимое во многочисленных разновидностях в тропиках. Высоту он может быть от 4 до 6 метров. Листья у него крупные и широкие, в длину от 60 см до 1,5 метров, напоминающие листья кукурузы. Стебель заканчивается соцветием, пирамидальной метелкой длиной 30-60 см. Сладкий сок образуется в стеблях растения. Сахарный тростник выращивают по всему миру в тропических регионах с подходящим климатом и почвой. Для комфортного роста тростника ему требуется от 750 до 1200 мм осадков. Сахарный тростник лучше всего растет на тяжелых и средних почвах. Ведущими производителями являются Бразилия, Индия, Китай и Таиланд. Производство сахарного тростника на ферме начинается с выбора сорта. Его выбор зависит от местных почвенных и климатических условий. Правильный выбор сортов гарантирует продуктивность и устойчивость к болезням. Так, в Бразилии, являющейся крупнейшим производителем сахарного тростника в мире, на сегодняшний день выведено более 600 сортов. Использование обычных удобрений ограничено, потому что твердые остатки от переработки сахарного тростника используют на полях вместо традиционных удобрений. Из остатков тростника извлекается фракция, богатая фосфором, и используется в качестве органического удобрения. Сначала образцы остатков тростника анализируются в лаборатории, чтобы определить объем, который может быть использован в качестве удобрения. Когда точное содержание определено, остатки загружаются в грузовик и вывозятся на поля с сахарным тростником. Чтобы посадить сахарный тростник, необходимо уделить должное внимание посадочному материалу и почве. Чем толще ствол тростника, тем пригоднее растение к посадке. В качестве саженцев служат нарезанные стебли тростника. Верхние и боковые листья удаляются, а сам тростник делится при помощи ножа или секатора на куски. Через две недели появляются первые сахарные всходы. Побеги растут из образовавшихся узлов стебля тростника и требуют регулярных поливов. Примерно через 3-5 недель эти побеги будут готовы к высадке на плантацию. Обычно их высаживают в конце февраля. Трактор делает борозду глубиной до 20 сантиметров. Ее обильно поливают и удобряют компостом, затем укладывают черенки горизонтально и засыпают почвой. Обычно тростниковое поле необходимо пересаживать каждые 6 лет. Тростник неприхотлив и не требует особого ухода. Своевременный полив растения – это гарантия хорошего урожая. Достаточно поливать один раз в 10 дней. Переувлажнение нежелательно, так как оно может привести к загниванию корней. Часто сахарный тростник выращивают в районах с большим количеством осадков и на орошаемых территориях вдоль прибрежных равнин. Через 3-4 недели после посадки проводят первое рыхление и прополку. Окончательное окучивание должно быть закончено до начала муссонных дождей. Около 90% плантаций сахарного тростника в Бразилии расположены в южном и центральном районах страны. Ежегодный урожай здесь собирают в сухой сезон с апреля по декабрь. В это время тростник полностью созревает, состав сахарозы в нем оптимальный. Когда сахарный тростник готов к сбору урожая, верхушки удаляются, а базовые побеги оставляются, чтобы они могли прорасти к следующему урожаю. Сахарный тростник – это возобновляемый ресурс, который не нужно пересаживать для получения нового урожая. При механизированной уборке сахарного тростника тростникоуборочный комбайн отделяет солому, которая остается на земле и используется в качестве мульчи. Комбайн работает очень эффективно. Его острые вращающиеся лезвия легко срезают трехметровые стебли и одновременно зеленые верхушки растений. Лишняя листва удаляется огромными вытяжными вентиляторами. Опавшие листья также остаются на поле и защищают почву от эрозии. Таким образом, создаются условия для следующего урожая. Комбайн измельчает тростник и направляет его в кузов транспортного средства, движущегося рядом с комбайном. Одна машина за день может перевести до 800 тонн сахарного тростника. Помимо этого, часть соломы вывозится с поля и используется для производства электроэнергии и биотоплива. В конце рабочего дня весь собранный тростник перегружается в большегрузные транспортные средства для перевозки на мельницу для переработки. Помимо машинной уборки, собирать сахарный тростник могут и сельскохозяйственные рабочие. Перед началом работы они делают упражнения на растяжку. Это обычная практика разогрева перед началом работы. Перед началом работы рабочие сжигают старую солому, соблюдая при этом экологические нормы. Сжигание отпугивает ядовитых змей и других потенциально опасных животных, а также облегчает рабочим доступ к тростнику. Без густой листвы обрезать тростник гораздо легче. Такое выжигание сахарного тростника распространено во многих странах. Сахаропроизводящие корпорации разжигают массовые костры на своих полях, чтобы удалить внешние листья вокруг стеблей тростника перед сбором урожая. Листовой мусор легко воспламеняется, и фермеры, выращивающие тростник, говорят, что оставить поля несгоревшими означает подвергнуть комбайны и переработчиков риску случайных пожаров. Есть также свидетельства того, что опавшие листья, оставленные на полях, могут замедлить рост в следующем сезоне, поскольку черная сожженная почва нагревается быстрее, чем почва, покрытая прошлогодней растительностью. Выжигание обычно производится в период между посадками. Местные жители и активисты часто протестуют против такой практики, но фермеров это не останавливает. Редактор субтитров А.Семкин Перед тем, как собирать тростник, его часто подвязывают. Это делается для того, чтобы стебли не раскачивались во время ветров. Стебли из соседних рядов собираются вместе и связываются листьями тростника. Скрутки делаются на двух или трех уровнях. Иногда стебли дополнительно могут подпираться бамбуком. Для обрезки используется мачете. Работы по сбору тростника в среднем продолжаются 150 дней. Признаком созревания сахарного тростника является постепенное увядание нижних листьев и все меньшее количество появления зеленых листьев наверху. На срезе стебля зрелого растения видно легкое искрящееся покрытие. У незрелого оно более водянистое. Более точно зрелость тростника определяют с помощью прибора рефрактометра. Сахарный тростник – это очень скоропортящийся продукт, и поэтому сразу после уборки урожая необходимо как можно быстрее доставить его на мельницу. Это нужно, чтобы избежать потери сахара, поэтому большая часть урожая доставляется с поля на переработку в течение 24 часов. Вереница автомобилей с тростником выстраивается у ворот сахарного завода. Завод перерабатывает 7,5 тысяч тонн тростника в сутки. На мельнице грузовики взвешиваются, а образцы сахарного тростника отправляются в лабораторию, где производится анализ содержания сахарозы в растении. Их результаты определяют, как будет проходить производственный процесс по извлечению сахара. Для того, чтобы получить качественный сахар в процессе переработки, сроки уборки должны быть точно рассчитаны. Каждый день просрочки сбора урожая уменьшает процентное содержание сахара в тростнике. Поэтому в Бразилии ключевыми месяцами для сбора тростника являются август и сентябрь. В эти месяцы уровень сахарозы может составлять 150 кг на одну тонну сахарного тростника. После завершения взвешивания и проведения анализов начинается обработка собранного урожая. Тростник выгружается на конвейерные ленты, которые направляют его к агрегатам дробления. Нарезанный тростник вначале промывается для удаления примесей. Затем тростник мелко нарезается для дальнейшей обработки. В конце огромные ролики силой раздавливают стебли тростника. Тростниковый сахар без дополнительной обработки непригоден для употребления и дальнейшего хранения. Поэтому дополнительная переработка или рафинирование считается оптимальным циклом завершения производства тростникового сахара. Путем измельчения, прессования и дальнейшего отжима тростникового сырья добывается сок. Благодаря специальной технологии обработки тростника водой при помощи пресса достигается почти стопроцентное извлечение сока из сырья. Затем смесь поступает в сепараторы, где волокна удаляются, а сок направляется в испарители. По сути это огромные нагретые печью котлы, сжигающие высушенное волокно сахарного тростника. При этом удаляются ферменты и микроорганизмы. Сок проходит процедуру очистки через ловушку для мезги и скапливается в мерниках. Мезга в свою очередь возвращается на пресс и проводит вторичный отжим вместе с первичной массой подаваемого сырья. Сок же после очистки проходит процедуру холодной или горячей дефекации известью. Таким образом нейтрализуются органические кислоты и образуется нейтральная растворимая известковая соль. В процессе холодной дефекации происходит смешивание сока с известковым молоком, перемешивается и помещается в отстойные баки. Чтобы сахар оседал, отстойные баки нагревают и получается густая концентрированная масса на дне с соком поверху. Густая масса подвергается фильтрпрессу, а сок сливается. При другом методе сгущенный сироп поступает в вакуумный аппарат и для варки в утфель. Сироп сгущают, выпаривая воду. Когда сироп остынет, его нужно кристаллизовать. Полученная сваренная масса помещается в маточный утфель для кристаллизации и охлаждения. Чтобы получить кристаллы из сиропа, в него добавляют кристаллы сахара. Одной маленькой струйки сахара достаточно, чтобы запустился процесс кристаллизации. В ходе кристаллизации кристаллы сахара смешиваются с патокой, что придает продукту коричневый цвет. Чтобы отделить патоку, раствор перемещается в центрифуге, где центростремительная сила со скоростью 1200 оборотов в минуту выдавливает всю оставшуюся жидкость. Это работает как гигантская стиральная машина. Паток остекает через маленькие отверстия и помещается в цисцерны. Таким образом образовываются сухие кристаллы сахара. Дальше кристаллы очищают, обесцвечивают, перекристаллизовывают и сушат в большом грануляторе. Затем их сортируют, пропуская через различные сито, чтобы удалить любые примеси и сделать кристаллы сахара нужного размера и цвета. Конечным результатом является чистый тростниковый сахар, не требующий отбеливания или добавления химикатов. Различные типы сахара создаются на разных этапах этого производственного процесса. После в центрифуге сахар пробеливается. Полученный при производстве сахара мелкий песок повторно загружается в кристаллизатор и проходит процедуру повторной переплавки продукта и помещается в вакуумные аппараты всех утфелей для уварки последующих сиропов. Произведенный сахар упаковывается в мешки и хранится на складе до отправки потребителю. Например, на таком складе хранится 200 тысяч мешков сахара по 70 килограмм в каждом. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok